Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с любовью! Сегодня мы выпекаем неаполитанскую пиццу. Невероятно вкусная! С хрустящими бортиками. Также в этом видео я с вами поделюсь замечательным рецептом соуса. Смотрите видео и выпекайте вместе со мной! И радуйте свою семью вкусной, ароматной, домашней пиццей! Для теста нам нужны будут следующие продукты. 75 миллилитров теплой воды, пол чайной ложки соли, пол чайной ложки сахара, пол чайной ложки сухих дрожжей, 120 граммов муки и 1 столовая ложка оливкового масла. Его можно заменить растительным, без разницы. Для соуса мне нужны будут следующие продукты. Половина большой луковицы, 1 зубок чеснока, 1 помидор, щепотка соли, щепотка сахара, 20 миллилитров растительного или оливкового масла и 1 треть чайной ложки итальянских трав и 80 граммов моцареллы. Начнем с теста. Высыпаем дрожжи сухие, сахар, соль, часть муки. Перемешиваем и добавляем теплую, не горячую воду. Высыпаем оставшуюся муку и замешиваем тесто. Это количество теста рассчитано на одну пиццу. Добавляем 1 столовую ложку оливкового масла или растительного масла и вымешиваем дальше. Беру чистую миску. Немножко добавляем сюда растительного масла. Смазываем дно и бока миски. Перекладываем наше тесто. Накрываем полотенцем и оставляем в тепле на 1 час. Теперь готовим соус. Помидор заливаем кипятком. Есть. Луковицу нарезаем кубиком. С кипятка достали помидор. Делаем надрезы. Снимаем шкурку. С легкостью снимается. Включила уже разогреваться сковороду. Сейчас будем готовить соус. На разогретую сковороду выливаем 2 столовые ложки растительного масла. И обжариваем лук. Помидор мы натираем на крупной терке, очищенный. К луку добавляем зубок чеснока. Добавляем помидоры. Добавляем соль, сахар, травы итальянские. Очень ароматный соус получается по этому рецепту. Готовьте. Соус готов. Ароматный, аппетитный. Соус должен полностью остыть. Моцареллу я натерла на крупной терке. Тесто для нашей пиццы готово. Выкладываем его на силиконовый коврик. Муку уже больше не добавляем. Хорошенько разминаем. Переворачиваем. Немного смазываем растительным маслом. И теперь смотрите. Растягиваем тесто. При этом оставляем небольшие бортики. Не все так быстро у вас получится, как хотелось бы. Но результат этого стоит. Духовочка у меня уже разогрета. Смотрите. Вот так разровняли пиццу. Так, сразу же замеряю диаметр. Диаметр 26 сантиметров. Так, теперь смотрите. Выкладываем соус. Духовка разогрета. Это очень важно. Духовка должна быть прям горячей. Можно соус пюрировать погружным блендером. Но мне нравится, когда именно есть кусочки. Моцареллу сразу же не выкладываем. Не обязательно пицца должна быть с колбасой. Поверьте, это очень вкусная пицца. Совсем чуть-чуть. Выкладываем сверху моцареллы. Остальное выкладываем в самом конце. Пиццу ставим в разогретую духовку на 250 градусов на самый нижний уровень. Режим выпекания вверх-вниз. Достали пиццу через 10 минут. Посыпаем остатками моцареллы. Выключаем духовку. И допекаем пиццу еще пару минут. Все это время духовка была включена на 250 градусов. Это очень важно. Пицца готова. Невероятно аппетитная. Всем желаю удачного приготовления и хорошего настроения на целый день. Выпекайте вместе со мной. А я пригласила мужа в домашний ресторан. Сейчас буду угощать тебя неаполитанской пиццей. Здесь нет мяса. Видишь, какие аппетитные бортики. Красивая, красивая. Да? Держи. Спасибо. Попробую сейчас. Сейчас попробуем. Мы постараемся описать вкус. Взяла такую лопаточку, но она особо и не нужна. Тонкое-тонкое тесто. Пропеклось. И воздушные бортики. Здесь специальный соус с чесноком, с травами. Лук, помидор. Вкусная. Вкусная пицца. Ароматная. Аппетитная. Несмотря на то, что без мяса, да? Съедобная. С вами была Ира и канал Готовим с любовью. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова